Забавная информация тут на глаза попалась. Ребята из «Новой газеты» совместно с англичанами раскопали. Бывший вице-премьер Христенко, супруг нынешнего первого вице-премьера Голиковой, прикупил недвижимости на сумму почти в 300 миллионов долларов. Речь идет о гольф-курортах, один из которых подмосковный Пестово, например, раскинулся аж на 180 гектаров. Там есть яхт-клуб, значит, имеется выход к воде, конный центр, множество гостевых домиков, ну и куча других развлечений. Вот выдержка с официального сайта курорта, построен в соответствии с международными стандартами и не имеет аналогов в Москве и Московской области. Ай, прелесть какая! А нам, слушайте, по телевизору труд все время, что сельское хозяйство в России активно поднимается. Дайте угадаю. Здорово сомневаюсь, что на месте того райского уголка во времена СССР в гольф играли. Могу даже поспорить, что там какие-нибудь колхозы-совхозы как раз располагались. А сейчас вот Христенко со своей барышней и дружбанами мячик по полю клюшками гоняют. Отцы родные, заботливые наши. К слову, много еще фантазеров осталось, которые свято верят, что у Грудинина его колхоз отжать хотят именно для того, чтобы там сильнее сельское хозяйство развивать. Ладно, все равно вопрос риторический. Начинаем. Ну и подведем итоги первой недели наступившего года. Всего неделя прошла. Мы уже столько прорывов совершили. Начну с веселого. В крупных городах страны прошел своеобразный флешмоб. Народ не захотел смотреть по ящику. Традиционное новогоднее обращение президента к нации. Такой вот протест россияне решили устроить. Более того, уже через несколько минут после того, как данное видео попало в сеть, можно было наблюдать такую вот картину. Да-да-да, у вас все в порядке с глазами. Количество негативных оценок и негативных же комментариев под данным роликом, повторюсь, уже через несколько минут после его публикации, начало зашкаливать просто. Било все мыслимые и немыслимые рекорды. Люди оторвались от застолья. Новогодних тостов и салата оливье, дабы выразить свой респект главному. Настолько грустно все выглядело, что модераторы соцсетей и центральных телеканалов в срочном порядке поспешили отключить к ядрене фене функцию возможности поставить оценку данному кино. Дорогие друзья, время приближает нас к новому 2019 году. Позади насыщенный полный забот декабрь, когда мы торопились завершить неотложные дела. Кстати, со страницы первого канала в Ютьюбе за дизлайканное видеообращение главы государства и вовсе удалили. Тю, как неинтересно. Да неужели ж народной любви пропагандисты настолько испугались? И не они ли нам изо дня в день лепят горбатого о том, как национального лидера в РФ обожают все и поголовно? Как же тогда те тысячи дизов и высказываний от восхищенных сокраждан? А, все, понял. Это агенты Госдепа. Опять пакостили. Я, к слову, о чем-то таком слышал. Трамп, говорят, американцев наузкивал. Всей страной забыть о праздничной индейке и на российский сегмент Ютьюба переключиться в 12 ночи, чтобы погадить. Ладно, не хочу дальше фантазировать на предмет данных бредни. Это реальная журналистика. Выходим из праздничной спячки. Пора и делом заняться. Поехали! С трагедией начался год свиньи. 31 декабря в 4 часа утра по Москве, в 6 по местному времени. Крик о помощи раздался из уральского города Магнитогорска, где произошла ужасная трагедия. На проспекте Карла Маркса в результате взрыва обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Еще два попали в группу риска. Жильцы в этот момент просто спали или готовились отметить праздник. Проснулась я от громкого продолжительного грохота. Муж кричал у меня. Я подошла к дивану. Диван у нас поломался. Провалился пол на третий этаж. Немного частично. В этой дыре у меня висел ребенок. Трех лет мальчик. Карабкался по этой простыне. Муж карабкался. Мы выбежали, вышли в тамбур. Сильный грохот. Со стен попадали фотографии. Выскочила на балкон. Увидела с балкона, как руины в стороне той. В этом подъезде у меня живет тетя. В панике. Вызвали МЧС. МЧС. Ничего не знали. Вызывая их, оделись. Кто в что смог, выбежали спасать. Это было такое шокостание. Я даже не поняла, как я на этих завалах сама оказалась. Что вот просто голые ноги ребенку увидела, что мужчины спускают вот так вот по рукам. Я просто туда рванула. Кто-то стоял в оцепенении, кто-то снимал. Просто там шок был. Официальной версией правоохранителей стала версия взрыва бытового газа. Мол, утечка или что-то в этом роде. Завалы разгребали неделю. Доставали тела погибших, по разным данным, от 15 до 26 человек. Остались в том доме навсегда. Еще три десятка жителей числились пропавшими без вести. На место трагедии выехала вся верхушка страны, включая Владимира Путина. И уже совсем скоро власти, правда, шепотом заговорили о теракте. Никакого запаха газа я не чувствовал. Хотя с обонянием у меня все нормально. Вот. У меня полиция задавала вопросы. Были там какие-нибудь посторонние люди. Правда, историю с терактом в Следственном комитете так и не подтвердили. Ну, газ. Примечательно, что через несколько часов газ еще раз взорвался. На этот раз в другом месте. Почему-то была слышна стрельба. Хотя, если честно, у меня по поводу теракта тоже имеются сомнения и объясню почему. Где Магнитогорский, где террористы? Бандиты ведь, если галят, они хотят максимальной огласки, чтобы напугать большое количество народу. Ну, на кой ляд им проводить акцию устрашения в маленьком уральском городке, рискуя, что наши честные СМИ могут запросто умолчать о трагедии. У нас ведь выборочно, типа журналисты о чем-то рассказывают. А тут еще и праздник. Новый год. К сожалению, в последний день года мы начинаем выпуск с чрезвычайного происшествия в Магнитогорске. Там в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого многоквартирного дома с первого по десятый этаж. Всего полсотни квартир и более ста жильцов. К этой минуте известно о троих погибших. Судьба 79 человек пока неизвестна. В Госдуре, кстати, уже отреагировали на случившееся. Причем в своем стиле, в дурацком предложили отказаться от газа в домах. Опасный он, потому что правильно. Вот где крайний, ну не чинуш ведь обвинять, что ни черта не делают. Деньги на капремонт собираем, а дома на ладан дышат, люди вот гибнут. Дальше, поехали. Перемещаемся в Центральную Россию, друзья. 1 января, столица нашей родины, Парк Горького, и там тоже случился прорыв. В полночь, под бой курантов, под звуки гимна России рухнул деревянный мост. До отказа заполненный людьми. К счастью, никто серьезно не пострадал, мост был невысоким. И тем не менее, в травмпункты обратились полтора десятка человек по официальным данным. А как этот Парк Горького в канун выборов мэра Москвы лидеры мнений расхваливали, осваивая деньги налогоплательщиков, ах, каким парк стал замечательным, ах, как мы любим сюда приезжать. Я снимаю выпуск в Москве в удивительном и очень красивом месте Парке Горького, и все это не случайно. Лет 10 назад парк выглядел совсем иначе, будто им никто не занимался, да еще и вход был платным. Парк Горького это место, после которого не очень хочется возвращаться в Питер. А чего после выборов не приезжали? Вот как раз на Новый год, например, да не об этом хотел сказать. У меня, если честно, начало складываться впечатление, что уже давно высшие силы нам намекают. Ребята, не той дорогой идете к стабильности. Шаткая она у вас какая-то, может пора остановиться и подумать об этом. Под конец хочу вам одно интересное сообщение зачитать. Зритель прислал по поводу ЧП в Магнитогорске. Ваня, 11 месяцев. Ребенок несколько часов пролежал под бетонными плитами, остался жив, потому что был теплоукутан. Зачем в квартире теплоукутывать ребенка так, чтобы он и на морозе мог выжить? Да потому что в квартирах такой же мороз, еле теплые батареи, условно горячая вода. Чего мы тогда удивляемся, что люди включали газ лишний раз, может потому что просто погреться хотели. Так что кто виноват-то? Ну и так, информация для размышления. Это была реальная журналистика сегодня вот таким образом. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь. На канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте с темы, предлагайте под ними, мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok